Наш вам пламенный! С вами Абзац, рубрика для тех, кто живет не за чужой счет. Второй выпуск. Поехали! В России продолжается рост безработицы. Капитализм увеличивает трудовой резерв по-своему. В России удвоилось количество регионов с уровнем безработицы, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата. Сейчас их стало 13 вместо 6 годом ранее, а общее число безработных равняется 4 миллионам 710 тысячам человек. Хуже всего с работой в Ингушетии, где безработица достигла 30,7%. Далее в антирекорде следует Республика Тыва 22,3%, Теченская республика 21,7%, Республика Северная Осетия Алания 16,3%, Республика Дагестан 16,1%, Кабардино-Балкарская республика 15,4%. Средний возраст безработных 35,6 лет. Более миллиона нетрудоустроенных молодежь. В 2019 году этот показатель составлял менее 800 тысяч. По итогам июня-августа уровень безработицы вырос в 82 регионах. Во-первых, объявить профессию рабочего непрестижной. Все стремятся выучиться не на профессию, а на высшее образование, профиль которого все равно какой, лишь бы не работать физически, лишь бы командовать другими. Чем ты будешь всю жизнь заниматься, чему посвятишь жизнь, к чему у тебя есть тяга, это волнует в последнюю очередь. Потом ребята, потратившие деньги родители на обучение, не могут найти себе руководящую должность, чтобы не работать, а командовать рабочими. И в то же время везде нужны профессии строителя, слесаря, каменщика, сварщика, токаря. Но нет, это не престижно и не модно. Затем, конечно, пометавшись в поисках работы попрестижней, молодежь соглашается идти хоть куда. Да не тут-то было. Фирмам нужны специалисты с опытом, умеющие работать на станках, резать, варить. Но молодежь, развращенная буржуазной пропагандой, стремится ничего не делать, а руководить. И вот пополняет резервы безработных. Пандемия вызвала дефицит на стройках. Самим нам строить западло. На стройках Москвы наблюдается дефицит рабочей силы. Нехватка людей достигает 30% и вызвана оттоком рабочих и ограничениями на въезд в связи с пандемией коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС. Власть пытается компенсировать нехватку рабочей силы, привлекая рабочих из других регионов России. Однако, по заявлению заместителя мэра Андрея Бочкарева, сделать это не так-то просто, по причине того, что стройка ведется по всей стране и кадры нужны везде. Выхода из сложившейся ситуации пока нет. Действительно, часть иностранных работников уехала. Есть и сейчас ограничения для въезда из ряда стран, выходцы из которых работали на московских стройках. В результате на некоторых стройплощадках, особенно в частном секторе, и у тех, кто занят реализацией инвестиционных проектов, дефицит рабочей силы доходит до 30%, сообщил Бочкарев. Из стран, бывших союзных республик, где местная элита уже похозяйничала, разорила предприятие, вернув жизнь в разруху и хаос, приезжали на заработки рабочие, чтобы вкалывать на стройках от зари до зари за копейки. Ходили в обносках, питались дошираком, жили в нечеловеческих условиях, чтобы те жалкие гроши, что им платят хозяева, отправлять на родину своим семьям. Единственный беспросветный способ выжить был настолько выгоден нашим богатеям, что на гастарбайтерах стал держаться весь строительный бизнес. И вот пандемия внесла свои коррективы. Тут богатые успешные взвыли. Как же так? Кто же строить-то будет? Можно из регионов бичей нагнать, да также за гроши заставить вкалывать, да там, понимаешь, свои стройки. А ведь выход есть. Даже москвичи с удовольствием пойдут работать на стройках. Да-да, не удивляйтесь. Просто за работу нужно хорошо платить. Если нужны вам эти строящиеся объекты, то и денег на них никаких не жалко. А если не желаете платить строителям достойную зарплату, то нужны не объекты строительства, а украденный труд рабочих, на котором исколачиваются ваши капиталы. Задержали мужчину, облившего себя бензином в офисе Яндекс.Такси в Москве. Как нельзя протестовать? В Москве 29 октября, как сообщает ТАСС, полиция задержала мужчину, который облил себя бензином в офисе Яндекс.Такси и требовал встречи с генеральным директором. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. В настоящее время мужчина задержан и доставлен в отдел полиции. По предварительной информации, он работал в Яндекс.Такси, сказал собеседник агентства. По его словам, причины произошедшего выясняются. По предварительным данным, у таксиста произошел конфликт с бывшим работодателем. Работодатели запросто могут довести до отчаяния работника, нарушая его права, не выплачивая зарплату, создавая ужасные условия труда. Тем более, когда в конфликте работник один против своих нанимателей. Чтобы подобного избежать, работникам нужно не оставаться наедине со своими проблемами, а объединяться с товарищами, чтобы протестовать вместе. Оружие протеста должно быть обращено против виновников наших бед, а не против нас самих. Не самоубийство, не гладовка, а организация и забастовка. И иностранные новости, которые не могут не порадовать. В разгар пандемии испанские медики вышли на общенациональную забастовку. Медицинские специалисты начали всеобщую забастовку на пике второй волны пандемии COVID-19. Медики предупреждают о готовности проводить стачки каждый последний вторник месяца, пока государство не услышит их требования, сообщает ТАСС. Впервые за 25 лет врачи демонстрируют настоящую солидарность на национальном уровне. Организатором забастовки выступила Государственная конфедерация медицинских профсоюзов. А поводом стали нехватки финансирования, недочеты планирования и администрирования, ухудшение условий труда и отсутствие диалога между органами здравоохранения и организациями, объединяющими специалистов отрасли. Профсоюзы полагают, что пандемия вызвала усугубление ситуации, но проблема волновала врачей и ранее. Только так возможно быть услышанными, когда деятельность трудящихся нужна здесь и сейчас. От охранителей можно услышать, мол, какое они имеют право бастовать, когда они так нужны людям, клятва Гиппократа и все такое. Мы так привыкли, так нас приучили в рамках буржуазного сознания. Я никому ничего не должен, а мне должны. Мы – государство, медики, спасатели, полицейские и так далее. Но стоит задуматься, что там работают такие же люди, которые хотят за свой труд на благо общества получать от него тоже благо. Задуматься и встать на их сторону. Потому что при капиталистической системе власти барыг и жуликов только объединение всех трудящихся сможет сломать эту гниющую систему. А для этого, да, придется лишиться кое-какого комфорта, взять ответственность за свою жизнь и жизнь общества на себя и быть готовым на любые жертвы ради солидарности со всеми людьми труда. Иначе ничего не получится. Но и наши медики тоже не промах. Больных COVID-19 привезли к Минздраву Омской области. В Омске машины скорой помощи привезли больных коронавирусной инфекцией к зданию областного Минздрава после того, как не удалось найти место в больницах города. К зданию Минздрава подъехали три машины и включили сирены, чтобы привлечь внимание. Из министерства никто не вышел. После того, как скорые уехали, на площадь прибыл наряд полиции. Позднее больных удалось разместить в больнице БСПМ номер 2. Вот это по-нашему. Это протест. Видно взаимодействие экипажей скорой помощи. Маловато. Надо было присоединиться всем экипажам города. Мало. Приехали наряды полиции, им тоже надо было включать сирены и мигалки. И пожарным присоединиться. И неравнодушным гражданам сигналить на своих машинах. Чтобы наконец услышали. Если не слышат, уши прочисти сиренами и сигналами, если замылись от удобного положения в своих высоких кабинетах. И так не достучимся. Тогда прекращать работать, принося им прибыль. Самое больное место для правящих элит – их толстые кошельки. Самый больной прием против них – то, что заставляет их похудеть. Средства для проведения этого приема самым эффективным способом – объединение и самоорганизация. Бой без правил – значит без правил. С вами был Абзац. Рубрика от трудящихся, от трудящихся и для трудящихся. Понравились новости? Хотите, чтобы выпуски были лучше и ярче? Тогда подписывайтесь на Патреон. И те малые копеечки, что вы перечислите, сделают нас технически оснащенней, оперативней и качественней. Когда-нибудь мы построим мир, где деньги будут только предметом коллекции и музейными экспонатами. Но пока мы все от них зависим. Будем надеяться. Пока. До скорого. Услышимся.